Катерина Улейник Катерина Улейник Катерина Улейник Да, конечно, размазывайте, вы не знаете, хватит. Эти мужчины, боже, не все нужно показывать. Я хочу сказать, очень приятный аромат. Да. Хотелось бы спросить тебя, чем молочко отличается от других средств по уходу? Что в нем такого особенного? Почему называется именно молочком? Откуда? Это имеется в виду как для тела, да? Да, да, да. Ну, как бы для тела у нас есть, если как увлажняющее средство, это и крем, и молочко. Крем просто более питательный, более жирный. Ну, по крайней мере, вот из моей линейки, да, молочко, оно более легкое и быстрее впитывается. То есть только текстура. В принципе, активные компоненты, как, ну, у нас просто будет как впоследствии крем для тела, пока есть крем для рук только. Вот, для тела, в принципе, активные компоненты те же самые, только вот немножко вот, ну, сама основа другая крема. То есть он более легкий в молочке и более плотный. То есть те, кто любят более-более легче текстуру, смело могут выбирать для себя по уходу молочко. То есть, более у кого более сухая кожа, будет использовать крем. Более жирный, так сказать. Да, хотя, в принципе, этому очко очень хорошо. Ну, вот вы, наверное, сейчас можете... Мне очень нравится, я хочу сказать... Мне запах подобный. Да, действительно пахнет орешком. Я вот хотела спросить у тебя, при выборе ингредиентов, именно, которые входят в состав, существует ли какая-то у тебя определенная тематика, последовательность? То есть, от чего ты отталкиваешься? Вот. Как раз по поводу, вы сказали, по поводу пахнет хорошо. Да. Все, да, и все одушки, все ароматизаторы, все полностью центральны, здесь имбирный бленд, да, и, как бы, еще молочные одушки, поэтому все, это они пищевые. А это у нас крем, правильно? Да, это крем, мы сейчас до него дойдем. Мы сейчас к нему дойдем, по поводу. Ага, мы еще доберемся до тебя. Пусть еще лежит. Да, значит, критерий выбора – это натуральность, органичность, естественно, по качеству. То есть, все компоненты, которые я использую всегда в косметике, они все сертифицированы, все качественные, все хорошие. Вот, почему я тебя рада и бачить. У меня просто до косметики упередена думка. Мне здается, что она там какие-то шкодливые, какие-то речевины, какие там старят кожу. А вот самая эко-косметика меня цікавит больше за все, потому что я не пользуюсь косметикой, потому что ну не бачу сенсу. Вот, да, мне хотелось бы узнать рекомендации еще по применению. То есть, сколько раз в день или в неделю рекомендовано пользовать? Чтоб не перестараться, да? А у нас вдруг, Сережа, захочет перенасытить свой организм. На выход в ванну у тебя, молочка от всего. Будет промежутка. А у нас шикарно. Хорошего много не бывает, поэтому… Серьезно? Да, можно и ванну запринять. Без фанатизма, Сережа, держи себя в руках. Доброе. Да, ну, конечно, во всем должна быть нервная. Естественно. Ну, в принципе, кожа сухая по надобности, то есть, можно мазать. Ну, тут не ограниченное количество. То есть, исключительно по физическим ощущениям. Конечно, да, да. Сколько вам нужно, столько вы пользуетесь, чтобы увлажнить кожу. Я не могу. У меня просто… Я стою и хочу сказать, дорогие телезрители, ощущаю, ну, очень приятный аромат и ощущение действительно приятное. Ручки такие мягенькие сразу становятся. То-то я зараз после эфира выходишь и такой, целуете мои руки. Правильно? Корона будет в наступном эфире. Подешах дозволяю. Давай себе в руках. Всем остальным, кто не попробовал, да, Молочко? Кто хочет мои ручки. Можете хотя бы просто подъехать. Катя, ты сказала, что какие-то там компоненты ты замовляешь. Мне интересно, насколько ты косметику готовишь, грубо говоря, своими руками. А каким брендом можно добавлять? Как этот процесс вообще происходит? Да, как все происходит. Вот. Ну, я знаю, что… Хочу немножечко нашу тайну… А, но мы не специалисты. Тайну раскрыть для наших телезрителей. Екатерина к нам пришла только первый раз, но совершенно не последний. И в следующем эфире мы вас познакомим с таким замечательным процессом, как варенье. 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 Одной рукой не выходит. А, если дворечка. Не получится. Так, можно? Да, конечно. Так. Так, с ним украшиво упаковывается. Ой, как мне нравится эта упаковка. Так, вот это я люблю, колесы ровно-гарно. Ой, очень приятно от мужчины слышать. Такие комплименты. Так, запах у нас тот же самый. А что мне сейчас улучшается? Мы, человеки, тики, ты и робил. Это наша миссия. Ну, можете. Слушай, это крем для рук. Я тебе предлагаю на другой ручке попробовать крем, дабы почувствовать дальше. А ничего, если у меня уже молочко... Отстаньте на другую руку. Не, у меня на двух. В телерекламе буду. Одну руку я намазав молочком, и еще я намазав крем. Ну, я можу... На локоть. На локоть? Ну, добре. Ну, конечно, локтем. Локти, кстати, я хочу сказать, требуют ухода, а особенно ухода. Так, ну, добре. Что ж вас на Тараза не сказали? Мы еще не забираем. А у нас еще целая ванночка. Добре, але... Бечу ты. Да, расскажи, пожалуйста, какая основа используется? Что вообще входит в крем, в молочко? То есть, вот остальные добавки по ингредиентам, как бы, более или менее понятны. То есть, зависит все от выбора и тематики. Я видела, у тебя есть и банановые, и мандариновые всякие кремчики, и скрабики. А вот основа. Что берется в основу в молочко? В любом, конечно, процессе изготовления есть... Ну, это уже такие нюансы технические есть, там три фазы. Жирная, водная и активная. Вот, да. То есть, ну, жирную входит масла и эмулигаторы, так называемые. Потом вода, ну, все смешивается, добавляются активные ингредиенты. В общем, ну, и получается вот такое вот чудо. Целый химический процесс. Целый химический процесс, да. Поэтому так в двух словах не объяснить. На следующий раз мы будем бальзам для луфт делать, да. У него, я думаю, немножко другая. У него, конечно, более проще, да. Мы просто тут им масла. Ну, вот это уже не будем рассказывать. Все секретные. Да, мы немножко прибережали интригу. Приоткрыли тайну. Я думаю, что телезрителям будет интересно уже увидеть непосредственно процесс. Катя, я вот с кондитером спілкувался и спрашиваю, а справжний шоколад можно купить в супермаркете? Он говорит, ну, зазвичай там не справжний шоколад. А если я, например, в парфюмерный зайду, можно как-то на какой-то склад почитать и узнать, что тут не то, что мне нужно, а воно как-то шкодливое? Есть у нас какие-то эко-магазины косметики? Эко-магазины есть и будет еще один популит. Но еще надо обратить внимание, что я со спокойной души вышел и понял, что это нормальный товар, это справжний товар, это не подробка. Чего не должно быть в составе? Так, чего не может быть? Что может испугать? Ну, смотрите. Первое, конечно, это если шампуни, ели для душа, это, ну, где присутствуют павы, это лауреал сульфат, лауреал сульфат. Ну, это все знают, это такая тема на языке у всех, поэтому по поводу кремов, ну, так я не могу сказать, потому что все равно все названия, они как бы завуалируют. Даже если какое-то, что там, ну, может быть вредное или недопустимое. Поэтому, как именно, в пищевых продуктах тоже. То есть, оно написано, может быть, ели, просто какое-то название вот химическое там, поэтому я так, в принципе. Что ж, большое спасибо тебе за столь познавательную беседу. Мы будем рады ждать тебя в гости. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!